На протяжении двух дней продолжались волнения митингующих нефтяников в Астане и Мангистау. Приехавшие в столицу Ижаназена, бастующие, требовавшие предоставления постоянных рабочих мест, были задержаны. А следом к местному Акимату вышли и тысячи людей на западе Казахстана, призывая освободить своих земляков и решить проблему безработицы в нефтяном регионе. Подробности смотрим в нашем следующем сюжете. На протяжении двух дней ввели забастовку прибывшие из Ижаназена нефтяники. У здания Министерства энергетики в Астане. По словам манифестантов, около 250 человек 1 апреля лишили заработка, попав под сокращение. Собравшиеся бывшие работники компании Берали Мангистау Компани, ранее проигравшие тендер на выполнение нефтесервисных услуг. Так как акция протеста проводилась несанкционирована, толпы митингующих были задержаны сотрудниками полиции. После ареста протестующих жители Мангистау собрались перед зданием Акимата, а сотрудники профильных компаний приостановили работу на час с требованием освободить задержанных. Аким Мангистауской области Нурлан Нугаев выступил с видеобращением к жителям региона, призвав их сохранять спокойствие. Министр энергетики Алмасадам Садкалиев воздержался от открытого диалога с бастующими. Вскоре организаторы митинга сели за стол переговоров с представителями компании Казмунайгаз. Однако они не завершились успехом. После задержания ситуация стала меняться. Лидеры протеста Жолмурат Улыкпанов и Нурсултан Нуримов выступили с видеобращением, в котором сообщили о возвращении собратьев в Мангистау. В столице остались лишь парламентеры. Мы, нефтяники из Жаназена, приехали в Астану в поисках справедливости. Однако, увидев вчера развернувшуюся ситуацию, приняли решение вернуться домой. Для переговоров в столице остаются 10 наших представителей. Спорный вопрос нефтяников стал темой обсуждения на сегодняшнем пленарном заседании. Парламент раскритиковал работу правительства. По мнению мажелесмена Еделя Жанбышина, животрепещущая тема поднималась неоднократно. До сих пор остаются нерешенными вопросы, связанные с недопросовестным проведением тендеров, высоким уровнем безработицы и низкими заработными платами в западном регионе, а также ценовым демпингом. Сервисные и другие подрядные компании заинтересованы в уплате налогов в бюджет, инвестировании в себя, обеспечении постоянной занятости населения. Но этому мешают недобросовестные тендеры, коррупция, низкие тарифы, ценовой демпинг и другие проблемы. Это, в свою очередь, влияет на снижение заработной платы в компаниях, невыплату соцпакетов, несоблюдение охраны труда, отсутствие обновления оборудования. Поэтому считаем, что Самрук Казына необходимо срочно внести следующие изменения в свои правила. Во-первых, ограничить демпинг цен. Например, при проведении тендера она не должна опускаться ниже 10%. Во-вторых, должен быть решен вопрос заключения долгосрочных контрактов с сервисными компаниями. То есть, необходимо обеспечить стабильность работы компаний.